приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке обязательность 25 марта покормите птичек на привлечение достатка и благополучия в свою жизнь обязательно рассыпьте зерно около своего подъезда или у своего дома также в этот день ни в коем случае нельзя долго спать и отправляться в долгую дорогу что еще нельзя делать по народным приметам и как это может отразиться на вас далее в этом видео по православному календарю 25 марта отмечают день памяти преподобного феофана исповедника сегрианского у многих имя его на слуху из его авторского великолепного произведения хронография феофан родился около 700 шестьдесятого года в семье аристократов и иконопочитателей сам отец же был близким родственником византийским императором львом третьим и савром а также входил в доверие у императора иконоборца константина 5 который лично следил за тем чтобы феофану дали отличное образование позже феофан избрал карьеру чиновника но ни на секунду не отбрасывал желание принять монашество со временем вступил в брак с девушкой по имени мигала дочерью византийского патриция льва посетив супругой монастыри малой азии спустя время 1 в монахини приняли супругу феофана в одном из монастырей вифинии а сам феофан временем позже был принят в монахи от старца григория после достигнутой цели феофан начал строить и возглавлять монастыре переписывать книги и помогать бедным и больным людям за свои поступки и деяния трудолюбия и подвиги ему был приписан дар чудо творения ушел в жизни преподобные 817 году а его святые мощи бог прославил многочисленными чудесами народе этот славный день назвали попросту день феофана если в этот день поутру замечали туман то будет прекрасный урожай на коноплю и лен а когда заболевал скотту говорили что он весь год не сможет работать или будет лениться что-либо делать были народные приметы в которые люди очень верили они были убеждены и знали что лошади не боятся сглаза и могут влиять на окружающую среду именно поэтому в этот день их водили к источникам и поили серебряной посуды в крайнем случае набирали воду и погружали в нее серебряную монету цепочку и прочее что было под руками у людей они веровали в то что внутренняя сила спасет их а ритуал принесет им крепкое здоровье и обязательно защитит от сглаза также старались выгулить коней хотя бы на немного давнее время люди просыпались и входили встречать в этот день весну полагали что ко дню феофану полностью тает снег пробивается трава оттаивает почва земли и деревья начинают потихоньку распускаться была народная примета что если лед 25 марта не тает то ждите холодного и голодного а также очень тяжелого года но люди не отчаивались и вместе с детьми которые им с радостью помогали они ходили лопали и трескали лед так как под солнцем он так быстрее таял в этот день пристально следили за погодой если на улице было уже по-настоящему весенняя теплая погода то лето ждали ненастным очень дождливым а туман в этот день давал понять людям что бог даст богатый урожай в этом году на овес лен и коноплю некоторые семьи дабы народная примета действительно сбывалась угощали мимо пролетающих птиц семенами льна и конопли хорошие хозяйки в этот день и лизна или веревок конопли старались связать платок полотенца или скатерть на удачу веровали во множество инородных примет связанных с первым помощником крестьян с лошадьми самое главное что хозяйки дома нужно было объехать три раза верхом на коне и конопленное поле для лучшего урожая говорили в шутку что у хорошего хозяина нет плохой лошади потому как лошадь машет головой хозяин мог определить готовится ли ему несчастью или ждать приятной и радостной новости если женщина переступит конную упряжку считали что коню будет трудно и в тягость работать летом а если конь заржет громко в хлебу тоже дали большое счастье в ближайшее время существовало и примета по быту в этот день если в гнезде ласточки обнаруживали маленький камешек то по рассказам наших предков его стоило забрать в дом с собой где он защищал и оберегал от зла в то же время гнездо портить ни в коем случае нельзя было люди старались его наоборот еще крепче укрепить и утеплить чтобы не разозлить птиц своим вмешательством в их гнезда 25 марта не рекомендуется долго спать лениться и бездельничать так как считали наши предки что весь предстоящий год пролетит в отсутствие работы и малейшего заработка поэтому сегодня ставьте планы на день чтобы ничего не забыть и обязательно провести этот день с пользой рекомендуем сегодня сделать те дела которые постоянно откладываются на потом включите любимую музыку или что-то познавательное на телевизоре или радио и уберитесь к примеру в чулане или кладовки сложите все по порядку по цветам или направлением и вы увидите как проделанная работа вас порадует сон который приснился вам в ночь на 25 марта должен обязательно сбыться наши предки верили что сон сегодня обязательно вещи и обязательно сбудется через 9 дней на чтобы избежать несчастья постарайтесь просто сегодня не выяснять отношения с близкими и друзьями повышать на них голос и закатывать скандалы лучше обнимите их и перейдите на другую более приятную тему для вас обоих а во избежание неприятностей не берите сегодня ничего бесплатно постарайтесь найти символическую сумму и поблагодарить ею человека за то что он вам подарил или отдал даром объясните ему что это правильно и что вы уверены что он действительно поймет вас также в этот день не берите и не одалживайте никакие вещи говорят что они могут уйти от владельца безвозвратной или срок возврата может на долгое время затянуться наши предки запрещали свободным девушкам 25 марта ломать ветки деревьев говорили что из-за этого они могут на долгое время остаться в одиночестве или вовсе не выйти замуж поэтому сегодня девушки старались помочь матерям по хозяйстве готовки и уборки что еще больше сближало отношения мам с дочерьми также наши предки 25 марта выходили во двор и тем самым встречали весну а еще не разбрасывали зерно для птиц потому что считали что именно птицы являются главными вестниками наступающей весны считала что именно этот обряд поможет вам привлечь изобилие достаток и благополучия вашу жизнь поэтому 25 марта возьмите пшено возьмите крупы и обязательно покормите птичек на достаток а когда будете кормить говорите следующие слова птиц кормлю в дом достаток зову в этот день по народным приметам в ни в коем случае наши предки старались не уходить далеко от дома и также они старались ничего не планировать из путешествий потому что дальняя дорога могла привести к беде а все намеченные планы могли не сбыться еще одна плохая народная примета на 25 марта это долго спать это может привести к беде и проблемам со здоровьем поэтому в древности люди старались проснуться как можно раньше в этот день также в этот день было уделялось внимание семье для того чтобы сохранить уют и покой в семье и в доме ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 25 марта 2022 года по лунному календарю нас с вами ожидает 22 и 23 лунный день убывающая луна 4 четверть и луна в знаке зодиака козерог вы знаете сегодняшний день характеризуется нестабильной энергетикой вследствие чего этому дню свойственно проявление агрессии разрушения и каких-то необратимых перемен но несмотря на то что энергетический день очень нестабилен все же это очень хороший день для духовного роста возрастает чувствительность восприятия и как следствие увеличивается внимательность ко многому сегодня обретается мудрость и понимание тех процессов которые происходят в мире и вашей жизни также в этот день хорошо делать пожертвования проявлять милосердие просить прощение и прощать во многом этот день проявляет свою двойственность это момент убывающие луны а потому сила и энергетика также находится на спаде результате может возникать желание бездействия апатия лени может даже показаться что все валится из рук но безвыходных ситуаций становится больше а дела никак не желает идти на лад возможно вам даже захочется с кем-нибудь сегодня поссориться но постарайтесь избежать этого соблазна вместо этого попробуйте поставить себя на место другого человека и понять его а поняв попытайтесь его простить постарайтесь не оказывается сегодня в толпе людей также сегодня усмиряйте себя что есть силы также сегодня может проснуться звериный аппетит усмиряйте его тоже попробуйте сегодня отказаться от мясной пищи это снизит вашу агрессивность также сегодняшний день хорош для домашней уборки избавления от ненужных старых вещей очищение при помощи огня и святой воды желательно стараться употреблять в пищу сегодня молочные продукты также как мы уже говорили сегодняшний день хорош для домашней уборки но обращаем ваше внимание что в этот день хорошо если вы будете делать пожертвования просить прощение и прощать сегодня будет хорошо 25 марта если вы будете размышлять над текущими какими-то вопросами если вы планируете что касательно бизнеса то записывайте свои идеи планы приходят которые вам могут прийти в голову но ни в коем случае не начинайте заниматься ими сейчас дождитесь начала нового лунного цикла обращаем на это ваше особое внимание также обращаем внимание что сейчас время возвращать долги и требовать этого с тех кто должен вам кроме того в этот период сама природа погружается в дремоту и конечно же концентрация внимания ухудшается поэтому разрешение каких-либо проблем или организация нового проекта могут оказаться провальными и вы знаете в какой-то степени фаза именно последние четверти луны это время серьезной оценки вот друзья такое у нас с вами день 25 марта 2022 года